Они с интересом листают проект образовательного центра. Инициативные жители Барвихинского поселения, старосты деревень, депутаты сегодня лично приехали в раздоры, чтобы увидеть, как идет строительство. Новые школы и сад смогут принять более 1200 детей уже совсем скоро. Строительные работы на данный момент составляют порядка 60-70%. Ввод объектов в эксплуатацию у нас будет 1 августа, чтобы 1 сентября дети могли уже приступить к занятиям. Сейчас в детском саду активно ведутся отделочные работы. На пищеблоки кладут плитку. Строительство сада планируют завершить в мае. Образовательный комплекс возводится по уникальному малоэтажному английскому проекту, адаптированному под российские нормы. Ощущение такого Кембриджа, Оксфорд, то есть старались придать с одной стороны такую солидность, что вот ощущение такой значимости, солидности, серьезности учреждения, что очень важно для школы. С другой стороны, все-таки здесь в архитектурном стиле присутствуют инновационные материалы. Общая площадь объекта составляет почти 30 тысяч квадратных метров. Малышей ждут музыкальные и физкультурные залы, бассейны, большие игровые и спальни. Ну а в школе появятся современные учебные классы, спортивные, актовые залы, библиотека, медпункт, столовая, а также различные мастерские. Мне школа понравилась, она большая, видимо, будет функциональная, поэтому я бы, наверное, хотела бы отправить ребенка сюда в школу, а маленькую бы в детский клеток было бы удобно и привозить, и в то же время их было бы забирать удобно. На школу вроде хочется ей быть хорошей школой. Это мы видели, что и бассейны, и столовые, и актовые залы, и кабинеты хорошие, все будет досмотрено, когда-то все будет уже в нормальном виде, да. Но единственное меня волнует, конечно, подъезд к этой школе, потому что на самом деле добираться по нашей дороге... У меня два сына, которые один в садик ходят, другой вот сейчас пойдет в этом году. Конечно, очень хотелось бы, но как мы с тобой ездить будем? Проблема, мне кажется, только в этом. А так, в принципе, конечно, хочется в сделанном виде уже это увидеть, но я надеюсь, что будет так, как обещают. Проблему транспортной доступности жители смогли обсудить на совещании в местной администрации. Представители районного управления образования заверили людей, что этот вопрос будет решен. Так же, как и вопросы о продленке, педагогическом составе, школьной программе и сроках набора детей. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».